Накануне сборная России отмучила свой последний матч в этом году и ушла на незаслуженные каникулы. А болельщики, спортивные функционеры, тренеры и воспитанники детских спортивных школ думают, что делать для того, чтобы не стесняться российского футбола. Посредственное, скорбное, расслабленное, невзрачное, безответственное. Мы собрали все цензурные высказывания о футболистах сборной России. В какой-то момент стало понятно, что экспертов среди тренерского состава региона искать бессмысленно. Ведь главная команда Мордовии играет по тем же нотам, что и сборная страны. И мы поехали в провинциальную российскую спортшколу. Таких у нас миллионы. Город железнодорожников Рузаевка. В приближенности к богатым меценатам или хотя бы к региональному футбольному клубу их точно можно не подозревать. Воспитанникам по 80 лет. Перед очередной тренировкой тренер ставит им задачу. Они внимательно слушают и в нетерпении прижимают мяч. Один из воспитанников в клубной форме мадридского Реала. Ни сборная, ни спартачи, ни зенитовцы или армейцы. А настоящая футбольная мечта, где играют так, будто от этого зависит будущее всего мира. Наши русские не так хорошо играют. Но не знаю, они не стараются. Они играют только ради денег, а не ради победы. Специалисты с печальным выражением лица признаются. Они устали говорить футбольным функционерам и спортивным министрам о детском спорте. Прописные истины не трогают тех, кому нужны медали здесь и сейчас. Министру наплевать на первоклассников с мячом. Ведь футболиста даже для команды Мордовии можно купить хоть в Буркино-Фасу. Надо вот здесь вот, вот сюда больше вкладывать, чем в готового игрока. Все-таки вот здесь будущее наше. И все от этого зависит. Почему у нас нет футболистов? Потому что здесь не вкладываем мы ничего. Обкупаем халков, разных этих, но они не сильнее. А наших игроков нет. Формально спортивные школы подчиняются Министерству образования, которое в спорте понимает так же хорошо, как Министерство спорта в образовании. В результате такой хитрой схемы управления детский спорт остался без присмотра. Не хватает самого необходимого. Мячей, формы, лыж, креплений. Остались только тренеры-энтузиасты, которые держат на себе остатки былой спортивной роскоши. Основа всего это детский спорт. Что это как пирамида. Надо вот сначала охватить как можно больше ребятишек именно с малого возраста. И только после этого стремиться к высоким результатам. Несмотря на все призывы, ни один спортивный функционер не отправился в спортшколу. Ни министра образования с футбольными мячами в руках, ни министра спорта с лыжами для секций никто и никогда не видел. Зато у чиновников много фотографий с теми, кого купили у более успешных регионов. Министерский век не позволяет воспитывать своих. Юлия Парунова, Александр Гурьянов. Наши новости. Юлия Парунова. Продолжение следует...